в общем в носовой каюте отвалился потолок материал отслоился стеклопластик упал вот я и там вообще грязно все вот этой всей пене утеплители я демонтировал сейчас еду на специальное место на котором нужно все это дело помыть потом буду проклеивать назад и монтировать беру за работу 150 евро думаю за две половины дня сделаю что с эти тоже на работе а потом он еще говорит что у него мотор в моторе на весном маринер не циркулирует вода вот тоже возьмусь на ю тубе посмотрю как это делается очень очень такая работа уже третий день работаю это все клиенты моей жены как только она начала говорить что муж что-то делает у меня тут же появилась работа то есть на яхте всегда есть работа надо просто говорить о себе единственное что испанцы не любят кого-то незнакомого как у меня жена уже здесь всех знает и все знают кто мы что в эту нам работу предлагают и посмотрим что будет дальше я бы мог даже за один день сделать принципе 150 евро в день для испания то еще шикарные деньги но не буду чтобы не показалось что слишком была легкая работа и цветы тоже нужно не там просто завал работы поэтому не буду у нее полдня забирать после обеда я пойду с ребенком гулять едем он работаем на такой лодке tucano sail 28 это испанская верфь эти украинский флаг над поддержки украинцев два пера руре осадка полтора метра дедушка как обычно и по своим делам сами хозяйничаем тема мне будет помогать вот у него гальюн там рундуки здесь есть спальная спальная каюта и кают компания вот и вся яхта еще нас что у нас тут было отвалился у него потолок и все так висело же жестко утеплитель весь рассыпался от жары я отмыл стеклопластик поклеил гельмантин назад сейчас будем монтировать темыч будет помогать проблема в том что здесь очень тонкий потолок на попробую аккуратненько здесь закрепиться по центру здесь вроде фанеры потолще главное не накосячить и не просверлить палубу так вот я сниму потолок тут здесь висел короче всего я работал 6 часов на три дня растянул 150 евро и взял получилось как новое все а сейчас покажу мощному вторую работу дал сейчас просто покажу что не снимал начала ничего такая история у него кожзам клеился на пену ну как вам прокладку да вот этот шумоизоляция и она от солнца рассохла вот теперь я мучаюсь с этой ну и муцами не давал то возьму на 50 евро пару часов поработаю сейчас дочищу ацетоном пройдусь и поклею обратно клей его кисточки его ну вот все поклеил прям супер ровно не получилось потому что там все равно еще немножко пены осталось я не стал снимать все все на место поклеил сейчас еще схожу на улице потусую чуть-чуть приду еще поправлю потолок на что клей такой который надо еще вставать еще поглажу поглажу чтобы нормально не стало вот ну всего я полтора часа работал сейчас еще можешь полчаса здесь поторчу то есть 50 евро за два часа ну 25 евро в час я слышал что в америке 18 долларов в час получается так что на яхтинге если раскрутиться то европе можно неплохо жить вот такие вот дела сейчас короче занимаюсь мотором подвесную и решили посмотреть импеллер потому что охлаждения нет видите стакан весь резина и резина и размотала вот сам импеллер этого к вопросу о том можно ли на сухую мотор немножечко эксплуатировать ведь она перегревается им плавится нельзя без воды вообще нельзя не знаю как часы и чистить буду как-то аккуратно чтобы не поцарапать кстати хорошая тема для бизнеса я первый раз это делаю у меня на еще будут сложности с установкой попаданию шлицов вот маленький мотор но все-таки профессионалы меня этого за 20 минут 50 евро я беру прикиньте 50 евро 20 минут работы ну я наверно помучаюсь пару дней но и боксим первый раз так значит это вот куски импери расплавленного нихрена отверткой я почистить не могу что сильно не нажимаю чтобы не поцарапать вот это у меня кислота железо ржавчина отлично очищает а вот здесь не работает но она сама в пластиковой емкости находится как бы это не удивительно сейчас еще попробуем пластическую соду ну ничего не получилось ничего не произошло подвесном моторе крыльчатку размотала не можем ее никакой жидкостью туда вытащить поэтому решили вот а тут новая стоит дорого а света у меня занималась ногтями поэтому я и попросил мне рука нежная надеюсь все получится так я еще промывал водозаборники и отсюда вышли лепестки оставила импеллера так что надо промывать они туда попали значит теперь одеваю сам импеллер здесь есть такой такой паз здесь вам пиллера есть такая бороздка какой стороной ставить без разницы я это выяснил по видео на youtube так вставляю смотрю где паз паз у нас вот на этом лепестке да вот на этом лепестке так теперь ставлю сюда фиксатор раз и все так ну естественно единственное что я наверно сейчас сможет здесь аккуратненько с маской так вот я владел я укручу уже все на место шпонка хорошего качества не разбила и не заржавела так это у нас мотор маринер это американский мотор значит здесь сама грязь до куда ставлю крышка который накрывает тоже смазал слегка теперь мы и одеваем круг не хватает мне не хватило рук показать в общем крышку я представил сверху в упор и крутил шкив по часовой стрелке и давил крышкой и он туда спокойно импеллер залез получается лопасти все легли в нужном направлении то есть я по часовой кручу и они все сюда загнулись вот и все получилось все вода идет все работает зажигание надо выставить дедушки я пока не умею охлаждение есть на скорости доводит у него рычаг еще весь заклинивший переключение скоростей но там чтобы до него добраться надо пол мотора разобрать ну вроде дедушка на ходу пока сейчас с ним поговорю еще насчет карбюраторы с капитаном яхты даниэла по видеосвязи попробуем его настроить попозже сейчас не буду его будить сейчас только 8 утра работает работает